Здравствуйте, дорогие зрители! Радостно, что мы снова встречаемся с вами в нашей литературной гостиной в гостях у слова русского. И сегодня продолжим начатый в прошлый раз разговор о творчестве и личности Владимира Владимировича Маяковского. Очень надеюсь, что еще кто-либо сегодня захочет к нам с вами присоединиться. Во время последней нашей встречи мы говорили в частности и о том, насколько высоко ценили талант Маяковского и Марина Цветаева, и Анна Ахматова. Поэтому, полагаю, сегодня будет уместным начать с одного из стихотворений Марины Цветаевой, которое так и называется – Маяковскому. Превыше крестов и труп, крещенный в огне и дыме, архангел тяжелоступ, здорово в веках Владимир. Он лощик и он же конь, он прихоть и он же право, вздохнул, поплевал в ладонь, держись, ломовая слава. Певец площадных чудес, здорово, гордец чумазый, что камнем тяжеловес избрал, не прельстясь алмазом. Здорово, бумажный гром, зевнул, козырнул и снова оглоблей гребет крылом архангела ломового. 18 сентября 1921 года. Думается, что сегодняшнее наше прикосновение к поэтическим строкам самого Владимира Маяковского мы начнем с одного из его самых ранних и пронзительных стихотворений. Послушайте, послушайте, ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были? Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной? И, надрываясь, в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда. Звезда клянется, не перенесет эту беззвездную муку, а после ходит тревожный, но спокойно наружно, говорит кому-то, вот теперь тебе ничего? Не страшно, да? Да, послушайте, ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно? Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. 1914 год. Также о том, что мы, говоря об Анне Ахматовой, о Марине Ивановне Цветаевой, упоминали, насколько и Ахматова, и Цветаева восхищались Александром Сергеевичем Пушкиным, и его поэзией, и в целом его творчеством, и его личностью. Очень трогательное и очень своеобразное отношение было к Пушкину и у Владимира Маяковского. И это отношение, наверное, во многом воплотилось в одном из его стихотворений. Стихотворение очень значительное по объему и смыслам, но я вам прочту сейчас отрывочек из этого стихотворения. Юбилейное. Александр Сергеевич, разрешите представиться, Маяковский. Дайте руку. Вот грудная клетка. Слушайте, уже не стук, а стон. Тревожусь я о нем, в щенка смиренном львенке. Я никогда не знал, что столько тысяч тонн в моей позорно-легкомыслой головенке. Я тащу вас. Удивляетесь, конечно, стиснул. Больно. Извините, дорогой. У меня, да и у вас, в запасе вечность. Что нам потерять часок-другой? Будто бы вода, давайте мчать, болтая. Будто бы весна, свободна и раскованна. В небе вон луна такая молодая, что ее и выпускать рискованно. Вы знаете, это и картинка, и реальность. Мы можем себе представить, как громада Владимир Маяковский стоит на Тверском бульваре перед памятником Александру Сергеевичу Пушкину в Москве и беседует с ним, приглашая его сойти с пьедестала и пройтись по Москве 20-х годов XX века. Это стихотворение Владимир Маяковский написал в 1924 году. А сейчас давайте вновь обратимся, как и в прошлой нашей программе, к любовной лирике Владимира Владимировича Маяковского. Если вы помните, мы говорили об очень непростых отношениях Владимира Маяковского и Лили Брик. И очень хочу дополнить то, что тогда мы сказали. Ярко характеризует накал этих отношений с Лилией переписка с 1915 по 1930 год. Это переписка Маяковского и Лили Брик. Это письма, телеграммы, записки, которые они друг другу писали. Так вот, эта переписка была собрана замечательным шведским исследователем русской литературы, в том числе и творчества, и биографии Владимира Владимировича Маяковского, Бэнгтом Янгцельцем в книге «Любовь – это сердце всего». Эта книга была издана в 1982 году. Так вот, в ней более 400, как я уже упомянул, писем, телеграммы, записок. И вы знаете, ну, очень часто люди в своих отношениях, люди влюбленные, они друг другу дают какие-то прозвища. И также и Лиля Брик и Маяковский тоже давали друг другу прозвища. И когда я читал эту книгу, а вы знаете, я ее прочел буквально за одну ночь, потому что мне ее дал один из учителей русского языка и литературы, и меня поразила, ну, одна такая телеграмма, я почти цитирую, одной из прозвищ Маяковского, поясню, было «щен». Так вот, мой «щен», люблю тебя, точка, до безумия, точка, вышли денег. Это телеграмма. И она была послана Владимиру Маяковскому тогда, когда он был в одной из своих гастрольных поездок по Советскому Союзу. И ведь Маяковский зарабатывал не только и не столько на себя, как он писал в одном из своих стихотворений, «Мне и рубляни накопили строчки, краснодеревщики не слали мебель на дом, и кроме свежевым этой сорочки, клянусь по совести, мне ничего не надо». Так вот, Маяковский зарабатывал не столько на себя и свои проекты, социальные проекты в том числе, но он зарабатывал и для того, чтобы содержать семью Бриков, Лилю и Осипа Брик. Перенесёмся сейчас уже в 1928 год. И вы можете вспомнить, что в прошлой передаче мы с вами прочли одно письмо, которое было обращено к редактору «Комсомольской правды», товарищу Кострову. Но это было письмо товарищу Кострову о сущности любви и лирической героине этого стихотворения, и женщиной, которую любил сам Владимир Владимирович Маяковский, была дворянка, эмигрантка Татьяна Яковлева. И сейчас я прочту вам уже письмо Маяковского самой Татьяне Яковлевой. Письмо Татьяне Яковлевой В поцелуи рукли, гупли, В дрожи тела близких мне Красный цвет моих республик Тоже должен пламенеть. Я не люблю Парижскую любовь. Любую самочку шелками разукрасьте, Потягиваясь за дремлю, Сказав тубо Собакам озверевшей страсти, Ты одна мне ростом ровень, Стань же рядом с бровью брови, Дай про этот важный вечер рассказать по-человечьей. Пять часов, и с этих пор вымер город заселенный, Слышен лишь свисточный спор поездов до Барселоны. В черном небе молний поступь, Гром ругней в небесной драме. Не гроза, а это просто ревность Двигает горами. Глупых слов не верь сырью, Не пугайся этой встряски. Я взуздаю, я смирю Чувство отпрысков и дворянских, Страсть и курс сойдет коростой, Но радость неиссыхаемая. Буду долго, буду просто разговаривать стихами я. Ревность, жены, слезы, ну их, Вспухнуты веки в пору вию, Я не сам, а я ревную За Советскую Россию. Видел на плечах заплаты, Их чахотка лижет вздохом. Что же, мы не виноваты, Ста миллионам было плохо, Мы теперь к таким нежны, Спортом вылечишь немногих, Вы и нам в Москве нужны. Не хватает длинноногих, Не тебе, в снега и в тиф, Шедший этими ногами, Здесь на ласке выдать их, В ужины с нефтенниками. Ты не думай, щурясь просто Из-под выпрямленных дух. Иди сюда, иди на перекресток Моих больших и неуклюжих рук. Не хочешь? Оставайся и зимой, И это оскорбление На общий счет наниже. Я все равно тебя Когда-нибудь возьму Одну или вдвоем С Парижем С Парижем 1928 год И завершить наш Сегодняшний разговор О Маяковском Очень хочется Стихотворением, Которое в историю русской литературы Вошло под условным названием Неоконченное. Вы знаете, Это не метафора. Это Реальность. Это исторический факт. Оно не было завершено, Несмотря на то, Что Маяковский писал его Почти два года. С 1928 По 1930 И Листок, Листки, Листок с последней строфой, С последними строфами Этого стихотворения Нашли В той самой комнате, Где Маяковский Трагически ушел Из жизни. Неоконченное. Любит, Не любит, А я руки ломаю И пальцы Разбрасываю Разломавши. Так рвут за года, Попускают по Маю Венчики белых ромашек. Пускай седины Обнаруживают стрижкой бритье, Пусть серебро годов Вызванивает Уй мою. Надеюсь, Верую, Вовеки не придет Ко мне Позорное Благоразумие. Уже второй Должно быть, Ты легла, А может быть, И у тебя Такое. Я не спешу, И молниями телеграмм Мне незачем Тебя будить И беспокоить. Море Уходит Вспять, Море Уходит Спать, Как говорят, Инцидент Исперчен, Любовная Лодка Разбилась Об быт. С тобой Мы в расчете И не к чему Перечень Взаимных Болей, Бед И обид. Ты посмотри, Какая в мире Тише. Ночь Обложила небо Звездной Данью. В такие вот Часы Встаешь И говоришь Векам Истории И мирозданию. Я знаю Силу слов. Я знаю Силу слов Набат, Они не те, Которым Рукоплещут Ложи. От слов Таких Срываются Гроба, Шагать Четыверку У своих Дубовых Ножек, Бывает Выбросят, Не напечатав, Не издав, Но слово Мчится, Подтянув Подпруги, Звенит Века, И Подползают Поезда Лизать Поэзии Мозуристые Руки. Я знаю Силу слов. Глядится Пустяком, Опавшим Лепестком Под каблуками Танца, Но человек Душой Губами Костяком. И на этом Стихотворение Обрывается. Это Последние Строки Владимира Маяковского. Вы знаете, вот Я хочу Обратить Ваше внимание На несколько Строк. Ты посмотри, Какая в мире Тишь Ночь Обложила Небо Звездной Даню В такие Вот часы Встаешь И говоришь Векам Истории И мирозданию. Почему я Обращаю Ваше внимание На эти Несколько Строк. Вот этот Ночной час Об этом Потом писал Андрей Вознесенский. Об этом Писал Другой Наш Уже Современный Поэт Мой Товарищ Учитель Олег Парамонов. Оказывается Психологи Выяснили Что У творцов В разных В разных В разных В разных В разных Искусствах Именно В ночные Часы И есть Даже Стихотворение От трех До четырех У вознесенского Строка От трех До четырех Так вот Вы знаете Именно Вот в эти Часы Предрассветные От трех До четырех Ночи Оказывается На творца Часто Сходит Вдохновение И Иногда Лучшие И тревожные Самые Тревожные Строки Которые Потом Действительно Остаются В веках Возможно Рождаются В эти Ночные Часы Я Очень Верю Что Лирика Владимира Маяковского Его Ни на кого Не похожая Проза Его Особенная Своя Своя Обычная Драматургия Останутся Останутся В веках И Возможно Вы Захотите Взять В руки Томик Владимира Маяковского И Почитать Его Произведения Спасибо вам Дорогие Зрители И Надеюсь До новых Встреч До свидания Продолжение следует Продолжение следует